доброе утро дорогие друзья время 7.42 у меня уже готовится борщик со щавлем буду готовить кто-то называет зеленый суп или как там у каждого свое название у нас в нашем регионе называли и называют по сей день борщ со щавлем вот я уже творила яйца и делаю уже зажарку и в общем сейчас у меня пережарочка сделается сварится картошечка в общем конечно это не завтрак мой будет но решила с утра по быстренькому все это сделать а завтрак у меня будет вот я разжарила конечно я не знаю семья два пирожка или один но с утра можно даже с вас есть но навряд ли у меня получится потому что я обычно по одному ем больше не получается привыкла больше у меня не влезет просто сейчас время 11 час смотрю там ремонт дороги делает вроде бы только вот ремонтировали все и что-то опять ремонтирует не понимаю что-то может быть расширяет да нет не похоже и зеленение подстригает траву молодцы трудятся на улице не холодно но вы скажем и не тепло посмотрим такие странные облака я вчера смотрела в краснодаре там такой ливень шел и на границе с ростовской областью и как бы где-то может даже и прошел дождь но у нас вчера тоже пасмурно было целый день и потом все вроде бы распогодилась и все я сейчас постирала стирку развесила ее и думаю ну-ка я посмотрю что тут творится на улице потому что непонятная погода вот и я еще потушила мясо ой что-то я сегодня кижу золушка уже даже устала сейчас немножко передохну и еще отвечу на ваши комментарии попробую ответить надо поперемыть посудку после готовки немножко навести порядок и потом попробую снять посмотрю будет у меня как самочувствие смогу не смогу вот так наступила жизнь в общем дорогие друзья как всегда помятый вид но что поделать ну не не я такая это он такой добавила немножко фильтров ну что вот как то надо себя улучшать ладно не будем на этом зацикливаться я немножко подосвободилась а сейчас насколько меня хватит по отвечаю на ваши комментарии и первый вопрос который мне уже задали давненько и я обещала показать и вот сейчас я покажу сейчас листочку беру со своим питьем мне задали вопрос ирина вы вязали хейвард я написала что есть мастер-классы на моем канале их у меня два и я как бы обещала что в ближайшем там видео покажу какие хейварды я вязала и я там конечно демонстрировала на себе предыдущих видео и по моему даже в самом мастер-классе но у меня дело в том что мастер-классы на хейвард я же их снимала в режиме онлайн скажем так то есть допустим вязала и тут же съемку делала и только в конце можно было увидеть там итоговое видео но люди не все могут мошка какая-то летает не все могут сразу там посмотреть или они хотят как говорится пролистывать хотя я говорила что есть на моем канале видео ну и к тому же прошло уже определенное количество лет и сейчас я вам хочу показать мой хейвард изумруд которые из платье мастер-класс на моем канале платье вообще а сейчас он превратился вот такой джемпер вот видите заниженная линия реглана в платье укороченные были рукава я перевязала рукава ох как хорошо показывает цвет на самом деле он такое есть переделала ворот потому что у меня просто была обвязка 5 лицевых петель и они отворачивались кошелька всегда дает мне покоя здесь тоже я использовала тот же метод но только вот здесь вверху у меня получается те же 5 лицевых рядов и вот так закручивается а чтобы горловинку скажем сделать поуже я методом перемены спиц начиная от 3 там два с половиной два и вот перешла видите какая игра света потому что на улице туда-сюда за облачко заходит и выходит солнышко которого нет это вот такие изменения которые претерпел мастер-класс а вообще лишь говорю там несколько частей и в конце есть итоговое видео где можно посмотреть по петель на я снимала мастер-класс это пряжа ализела на gold 800 в две ниточки связана на спицах номер три вот такое ровненькое вязание прям мне этот проект очень нравится это изделие я связала платье на свой 70 размер за 10 дней потому что у племянницы была свадьба ей нужно было связать быстро и в общем я умудрилась за 10 дней на 70 размер связать вот такое вот платье на спицах номер три ну тогда силы были и совсем другое самочувствие вот поэтому сейчас бы я наверное не повторила такой подвиг так дорогие друзья еще один хейвард который называется марта и на моем канале опять же есть подробный попетельный мастер-класс вот здесь вот ворот видите соскакивает с плечиков посмотрите какая красивая горловинка очень красивая горловинка не менее красивые регламные линии которые переходят в боковую часть и здесь вот так тоже красиво связано и по низу идет вот такая вот кайма вы конечно можете не только хейвард вязать смотрите какая длинная линия реглана на рукаве тоже здесь применён закрытие методом аккорда и здесь сначала тоже метод аккорда из двух петель у меня вот такое красивое закрытие ношу но к сожалению не каждый раз потому что ну я уже рассказывала погода какая у нас и еще из-за того что ну если вы обратили внимание видите просвечивается немножко и я нашу прохладную погоду тогда когда можно что-то поддеть поднести по маечке да и в общем эти если просто выходите вот кстати подобного типа у меня получается же вот сверкающие листья там без проблем она потому что кремовая и телесного цвета нижнее белье и она не так как-то выделяется а здесь прямо вот видите вот издалека прям четко видно как хорошо видно нижнее белье поэтому мне приходится что-то поддевать под этот джемпер естественно если вы будете вязать вы можете связать допустим из другой пряжи если хотите скажем петелька в петельку со мной это вот получается ализе ангора gold пряжи да у нее 550 по моему метров 100 граммах или 500 метров 100 граммах вот примерно такой состав можно взять вязала в одну ниточку на спицах тоже номер три это же мне очень вот нравится немножко помятая она потому что она лежала у меня в шкафу эта кофточка но тем не менее колючесть на меня не влияет некоторые говорят что им колется это пряжа на меня колючесть не влияет этой пряжи нормально я чувствую делаю эту пряжу без пробку пряжу до пряжу без проблем длинная она как туничка у меня видите какая длинная вот эту кофточку через сахар месяц я участвовала в рамках сп какие-то там свяжем к 8 марта или порадуем себя что-то к 8 марта это было вступила первый и последний раз один раз вступила не могу я быть привязанная к каким-то сп и и вообще в каких-то конкурсах участвовать я свободный художник и вот как сейчас у меня но настолько невязальное настроение я прям не знаю я понимаю что сейчас такая классная погода бери вяжи и любое даже слишком толстое изделие вяжи в удовольствие ну вот у меня как-то я вчера вот пока пришла пока то все раскачалася пока сняла пока выставила уже время было наверно часов шесть ну я там что-то от 6 до восьми поковырялась чуток и все на этом успокоилась я же как бы уже говорила о том что я себе установку сделала что восемь часов я стараюсь уже перестать вязать вот и собственно говоря вот такой так долго и отвечала на один вопрос а теперь я отвечу на те комментарии которые я вчера на которые я вчера не успела ответить так ну что светлана харитонова пишет ирина выпьете таблетки от аллергии моя беда как начинается лето я и стала больше любить зиму зиму то что я покупаю в аптеке сплю и по получается по состоянию выпадая на полтора суток хорошо когда с мамой такие отношения у меня к сожалению так не получилось и самым родным и близким для меня человеком стал муж хорошо когда есть муж и когда он такой родной и близкий конечно же дай бог чтобы у вас все время так было я всегда радуюсь за тех людей у кого семьях царит гармония когда вдвоем говорят как там за компанию жить удавился да конечно же это хорошо когда вдвоем все делается и если не гнобят друг друга если не ругаются то это же просто дорогого стоит вот и по поводу того что пью я талии таблетки или нет если бы я знала на что у меня аллергия она у меня есть вот я знаю стопроцентно что у меня есть аллергия на резкие запахи вызывает она вот этот кашель да у меня начинается кашель начинаются слезы чихи но если я нахожусь не замкнутом пространстве вот как я вчера с аптеки могла выйти да я вышла глоток свежего воздуха и через какое-то время вроде бы как нормально все восстанавливается значит какая-то пищевая аллергия у меня есть потому что когда приезжали дети я тоже ела все подряд естественно у меня когда я сама нахожусь пища у меня совершенно другая и я же там много чего не ела того из чего они покупали и естественно общий стол был и поэтому вот что-то у меня было но я подозреваю что у меня есть аллергия на соки которые я покупаю в магазине вот что-то у меня как бы надо заприметить и обратить на это внимание методом исключения вот и пью таблетку только тогда когда уже жить к говори жизни мило потому что опять же рассказываю что у меня кашель чих и кашель такой что выворачивает наизнанку слезы текут и так далее так далее это у кого есть аллергия тут знает как проявляется она и у меня еще иногда проявляется это в виде сыпи в виде красных таких больших медальонов по всему телу да по всякому у меня она по-разному проявляется у меня всегда дежурные таблетки от аллергии есть и у меня как-то было такое обострение и я наверное сколько года два наверное коло себе укол мне хватало прям надолго вот последнее время я ну еще раз говорю да тут до приезда детей исключила много чего из своего рациона и мне стало вроде бы полегче кашель и у меня меньше стал но я еще исключила таблетки которые выпила давление наверное лет шесть таблетки лазап называется они мне хорошо помогали они держали мне давление проблем не было но кашель у меня от них был стопроцентный аллергический ну конечно прошел и произошел накопительный эффект и все остальное но я не знаю давление держал держали они мне хорошо эти таблетки меня очень редко подымалась при них давление а сейчас что-то оно последнее время очень я пила таблетки после лазапа и дарби мне прописал их врач но они очень дорогие там получается дарби кло 1200 вот который я вчера говорила что таблетки эти стоят 1200 а и дарби 20 там получается дарби кло они с мочегонным эффектом или просто и дарби 20 они без мочегонного так как у меня анализы помните я сдавала у меня когда я пила и дарби кло у у меня обезвоживание организма произошло у меня даже почки болели вот и поэтому я опять сходила к врачу и врач мне сказал что пейте те и те на переменку то есть когда видите что начинаются отеки пейте и эти если нет значит пейте те ну в общем опять же методом тыка врачи тоже назначение делают так же потому что каждый организм индивидуален так что в общем я ответила вам на ваш комментарий и еще раз скажу это очень замечательно когда есть рядом близкий человек который может разделить все и радость и горе и помочь любую минуту и поддержать и словом и делом и так далее елена рытикова доброй ночи ирина сейчас половина первого ночи был тяжелый день но не могу уснуть пока не посмотрю ваши видео это видео этот комментарий оставлен на дзен я конечно понимаю многие жалуются что не тянет дзен там у кого-то трясется и все остальное кто хочет тот смотрит я смотрю у девочек прямо приличные просмотры у меня тоже вот я же говорю когда допустим какой-то такое интересное видео бывает до тысячи просмотров и то есть тысячи человек могут же посмотреть я уже рассказывала в чем причина возможно просто не тянут но интернет ваш не тянет потому что у меня качество более-менее съемки низкого качества если я начну снимать то я вообще буду непонятно на кого похоже вот и поэтому возможно по этой причине не тянет мои видео не знаю я снимаю я снимаю hd по-моему называется качество вот хотела mp4 снимать но потом он занимает много места такой файл и так как у меня большинство что-то делает и смотрит мои видео поэтому я решила думаю не буду я такого качества снимать мне очень приятно что есть такие подписчики которые не могут уснуть пока не посмотрит видео конечно это любому блогер было бы приятно я не исключение вам многие пишут что делает дела пока вас слушает а я не могу ничего делать мне нравится смотреть на вас и ваши золотые ручки даже когда вы вяжете лицевой гладью я все равно смотрю как примагниченная к экрану мне 53 года живу в деревне тоже в ростовской области много моментов жизни у нас с вами совпадают желаю здоровья легких петелек и снова жду встречи с вами спасибо вам огромное огромное спасибо вдвойне мне приятно что вы моя землячка и смотрите мои видео очень приятно конечно же и приятно что я не знаю чем я вас замагничиваю но мне лично еще раз повторюсь очень приятно у меня эмоции пошли пошли эмоции так наталья бакшиева ирина попробуйте прикладывать к больным местам капустный лист или листья лопуха мне помогает ну во первых листья лопуха найти я здесь нигде не смогу это надо чтобы рядом была дача или что-то такое я не выездная и далеко ходить не могу поэтому листья лопуха найти навряд ли я смогу а капустный лист я пробовала во первых у меня какие-то внутренние боли не знаю они вот я вчера пришла вечером перед сном есть такие крема называется от усталых ног вот пока я этим кремом не намазала я не могу передать свои ощущения но у меня как будто кто-то жилы вытягивает с ног да и судорогой сводит вот полностью сводит вот нижние конечности начинает колено судороги сводят время от времени я не знаю почему это происходит но вот у меня вот так вот и вот это стою хожу по квартире вместо того чтобы сидеть и отдыхать я прогоняю таким образом судорогу я слышала что можно там как-то чем-то щипать или уколоть судорога типа проходит не знаю но вот как-то пока я же говорю не намазала вот этим кремом мучилась ну естественно ноги вверх я поднимаю все все это я делаю ну что говорят поздно пить боржоми когда почки отвалились так наверно в моем случае лучше наверное уже не будет потому что ну как сказать возраст берет во-первых свое и знаете немножко попозже я там прочитаю комментарии не буду забегать вперед так пишет екатерина п обязаны дети родителям или нет это зависит только от самих детей от того как их воспитали эти родители ну друзья мои я тут спорить ни с кем не буду почему потому что ну скажем каждый разумный человек и адекватный сам для себя оценивает и решает для каких целей он рожает людей ой детей детей конечно оговорочка вот иной раз вот оговариваясь точно так же могу оговориться когда мастер-класс снимаю или допустим когда пишу комментарии ну живой человек вот иногда мысли опережает язык да я не знаю почему так происходит так вот если вы рожаете детей для того чтобы они вам были обязаны это конечно ваше право это ваше право я рожала своих деток не для того чтобы они мне потом были в чем-то обязаны все я не считаю свою дочь какой-то там скажем невоспитанной или не уважающий меня или еще что-то она же прекрасно понимает нуждаюсь я не нуждаюсь и прочее прочее и сейчас на плечах наших детей столько всего лежит столько всего раньше нам давали от предприятия там какие-то квартиры были детские сада предприятия и все остальное сейчас они должны все это заработать своим тяжким трудом помимо того мы раньше нам давали квартиру мы должны были там отработать определенное время но мы работали свою работу скажем на этом предприятии и у нас квартира была ну как бы в собственности скажем так да им сейчас они зарабатывают деньги плюс еще нужно оплачивать ипотеку нужно оплачивать за детский сад и т.д. и т.п. и у них каждый день в голове как бы заработать самим как бы выжить я не знаю может у кого-то миллионы зарабатывают может быть родители ну ездишь которые родители квартиры машины покупают своим детям и все но к сожалению я воспитывала дочь одна и все время бьюсь как рыба облет одна что смогла я дала и пока у меня будет возможность естественно как мама мне хочется поберечь свою дочь тоже достается ей тоже будь здоров я знаю свою ситуацию и скажем их ситуацию бесконечные заболевания эти да у меня тоже когда подрастали детки они очень много болели но раньше у нас сколько было бесплатных лекарств рецептов и прочего прочее а сейчас болячек сколько и сколько стоят эти таблетки ну что я тут прописные истины вам говорю поэтому я еще раз повторяю они приехали по возможности помогли это раз во вторых вот точно так же у саши раз в год бывает отпуск вместо того чтобы поехать отдохнуть вот у них раздроблены сейчас же раньше у нас был месяц отпуска идешь а сейчас две недели в один период и две недели в другой и вот они получается первый отпуск всегда приезжают и продолжают пахать а они же такие же люди они же точно так же устают уже возраст под 40 лет точно так же остают от суеты от всяких проблем от всяких стрессов и прочее прочее но не знаю я я по крайней мере считаю так если я могу побереть своего ребенка от того чтобы ей можно меньше проблем создавать почему бы мне этого не сделать ну почему бы мне этого не сделать я считаю что закупка картофеля моркови лука если сейчас есть у нас доставка то это мелочь такая что я на это даже и внимание не заостряла это раньше когда я там на ногах все приносила опять же кто мне мешал сейчас в магазинах есть все можно если я задумала там вот как я задумала окрошку сварить можно пойти сразу закупить и это не тяжело но мы из-за того что мы идем мы делаем сразу большую закупку мы привыкли так жить поэтому вот вся проблема в этом а люди многие делают так что пошли только по необходимости я многих видела как взяли там две луковицы три карташины одну морквину и так далее пошли видимо приготовили и все я так не могу у меня должен запас всегда быть ну а кто мне виноват я конечно виновата я никого не виню такая я вот есть так вера камшилова здравствуйте ирина в нашем возрасте таблетки не лечат а поддерживать здоровье и все ну здесь комментарий такой двоякий и можно двояко на это ответить да есть таблетки те которые поддерживают да вот как от давления таблетки говорят что они поддерживают то есть накопительный эффект и они поддерживают но есть такие таблетки которые лечат именно лечат я опять же на своем примере говорю у меня были такие невозможно страшные ноги я уже ходить не могла ну без комплексов без ничего я рассказываю вам так как есть в моей жизни я всегда была честная и раз уж я такой публичный человек и затрагивается эта тема то что естественно я и говорю многие ведь страдают этим не только я одна и не потому что я хочу этого я конечно этого не хотела и никогда не думала что у меня такое будет но учитывая мой образ жизни трудовой скажем так что было не только не перенесено на этих ногах естественно последствия вот сказывается у меня и мама была у нас еще мало того что наследственное плюс еще я там добавила свое и у меня были такие ноги что я уже не могла никакую обувь одеть я уже ходить вообще почти не могла и вы вспомните ну конечно помнит только тот который со мной давно на канале как я ходила здесь пороги везде оббивала всем флебологам и как я проходила всех абсолютно врачей здесь мне никто не помог ну нашелся человек который назначил мне лечение и я сейчас хочу хожу с большим хожу с большим удовольствием не не то сказано не так сказано обувь теперь я ношу я даже зимние сапоги купила в этом году которые я же говорю я не могла не могла до этого ни в одни сапоги влезть ничего я это была для меня такая проблема и сейчас я могу обувь нормальную носить такую же как люди вот конечно я показывать не могу свои ноги потому что ну эстетически это очень страшно не дай бог никому конечно же но тем не менее как то что я живу уже сколько лет живу а что делать и я конечно не знаю если бы я не поддерживала если бы я не пила вот эти вот таблетки изначально я получается вылечила наверное как или остановила этот процесс не могу сказать что он у меня пошел спять окончательно но тем не менее в стадии ремиссии я видимо загнала точно так же как и лечение своего аутоиммунного заболевания получается у меня в стадии ремиссии оно с того времени когда у нас был коронавирус тоже поддерживаю просто-напросто это все ну как сказать пропиваю таблетки раз там нужно конечно два раза в год а я один раз в год пропиваю их потому что я на таблетках живу сейчас поэтому я не могу еще больше бедная моя печень я не знаю как она там выживает вот так что я с вами не согласна есть таблетки те которые поддерживают а есть те которые вылечит кстати по поводу простуды то же самое вылечиваешь таблетки да назначение делается ты лечишься кто-то конечно может недолечивается может быть неправильно диагноз поставлен может быть организм такой которому недостаточно было того лечения что назначил да и мы сами халатно к этому относимся ага три-четыре дня поболел все хватит пить таблетки и все остальное не доводим до конца да а если серьезно подойти к этому можно долго не возвращаться вот я вот так вот думаю так так Валентина Семеновна мятные ниточки на отделку потратила покупала белорусский лен серый связала две футболки так освежила это мятные это мятные футболочки ну имеется ввиду мятная ниточка я думала мне цвет не подойдет а потом было уже поздно из пяти сто грамм мотков наверное из пяти по сто грамм мотков кофточка бы получилась помнишь Ира ты мне присылала эти ниточки спасибо вот я и знаю теперь что цвет мне идет ну я очень довольна что вы применили ту пряжу которую я вам отправляла я же говорю мы общаемся да и со многими общаюсь с некоторыми близко поддерживая связь с некоторыми не очень близко но поддерживая связь так не на ножную вяжу руками Ирина соблазнила на пирожки пойду тоже что-нибудь постряпаю на картофельном отваре тесто изумительное тоже часто делать да друзья ну я как-то до этого не делала не знаю по какой причине я говорю уже очень давно я видела как многие делают некоторые даже делают сварят картофель растолкут и туда же все добавляют и потом готовят но я пока что-то я не не делала так может со временем тоже это сделаем ну пока вот так вот ну это я отвечала на комментарии на дзыне а теперь перейдем на youtube и здесь опять Валентина Семенова напишет мятная сидит идеально я на нее глаза глаз положила реглан буду такой вязать с ажурной обвязкой крема тоже понравились их свойства я купила в магазине тоже чуть больше шеста все отлично женщины омолаживает разлаживает морщины придает упругость оливковый смягчает защищает зеленый чай тонизирует регенерирует увлажняет для рук экстрат оливы смягчает придает мягкость если вам захочется их купить то не сомневайтесь ручаясь за них проверены мною трепетное ожидание детей это тоже адреналин мы не обидимся хорошего вам общения представляете это я уже сколько времени не отвечала это еще дети в дороге были вот так вот ну потому что не было времени очень много кремов ну не знаю я не заметила что у меня морщины уходят я никак не могу в себя прийти просто вот не могу в себя прийти и все так по-моему Марина Матвеева это пишет добрый вечер Ирина как же хорошо села на вас мятная кофточка просто прелесть как всегда шикарно очень понравилось вы супер главное здоровье больше отдыхайте с детьми Максик приедет бабушку обнимет и все будет хорошо я когда была в Египте купила крем масло ши с манго жалею что купила мало очень хорошо смягчает кожу руки стали совсем другие пяточки тоже не пожалеете хотела вас спросить на какой канал вы выставили МК как вязать шаль посмотрела на дзен не нашла на ютубе тоже может плейлистей где скатерти тоже нет если вам не трудно напишите пожалуйста хочу начать вязать спасибо за ваш труд и хорошо встретиться с детьми и Максиком надеюсь увидеть его скоро в ваших видео Максик такое такое ласковое дитя назову это так особенно он и с хитрецой и в то же время вот у него есть какой-то прилив я не знаю вот вот он там играет играет потом подходит к маме к папе ко мне и раз поцеловал всех да и говорит поцелуй его потом ой бабушка я тебя так люблю и начинает меня обнимать ой я сейчас вспоминать буду и буду плакать потому что очень скучаю за ним вот и да когда внучек обнимает все забывается значит по поводу мастер-класса на шаль я ж его так и не сняла к сожалению не сняла надо снять мне кстати осталось там его совсем чуть-чуть довязать ну вот прям совсем чуть-чуть я не знаю может пару-тройку рядов ну скорее всего что раппорт один вот потому что там осталось совсем немножко ниточки ее просто довязывая и все ну вот так вот у меня вот так вот вот такая я но сниму сниму я не знаю когда я сниму но сниму ирина здравствуйте кофточка на вас очень удачно сидит я хочу у вас спросить схему рисунка которые вы привязали по низу я по-моему уже отвечала в каком-то влоге но отвечу еще раз потому что отвечая сегодня в режиме видео может быть здесь написано книг терп про я схему не не схемы там и не было там было просто описание вот там где я брала очень простой узор конечно можно снять его я помню так еще я уже рассказывала вчерашнем видео но вот просто у меня сейчас нет возможности никакой не могу не могу снимать ни мастер-классы ничего вот у меня второй день видите болтологический напала на меня а все почему потому что ну мне снимать то во-первых показывать нечего ни в вязании что я борщ этот уже много раз показывала как я вязала вот ну может кому-то такого рода видео тоже пускай даже там три-четыре тысячи человек посмотрит на дзене пусть пятьсот человек наоборот на ютубе три-четыре-пять тысяч вот так вот двести сорок тысяч подписчиков вот такие у меня просмотры попал как говорят теневой бан наверное канал мой не продвигается совсем ну что сделаешь я уже с этим смирилась сколько есть все мое и так как скажем так более-менее мечты свои я осуществила мне нужно было купить кондиционер мне нужно было заменить диван про балкон я вообще молчу я про это мечтаю но это нереально в ближайшее время и не знаю в ближайшие годы реально это или нет я говорю что даже если вот так вот будет как на сегодняшний день я буду скажем потихонечку буду справляться поэтому что могу то показывая что не могу то не показывая вообще изначально на мой канал задумывался как скажем своего рода дневник моей жизни я уже неоднократно говорила и если вы вернетесь самые самые истоки моего канала вы увидите что в таком же режиме как сейчас я и начинала вести свой канал так что вот все кто там пишет мне о вязальный канал а вы тут болталки разводите у меня изначально не был такой канал а то что вы мне присвоили ярлык ну что то вот есть у меня второй вязальный канал и опять же некогда мне туда чего-то снимать некогда и здоровье не позволяет не позволяет и желание чуть нету так все все про конфеты пишут я же говорила вот хочу чтобы было побольше комментариев надо где-нибудь ошибку допустить она не неосознанная не специальная ошибка так вот получилось а вот получается что люди среагировали и я очень-очень благодарна конечно так Диана Фигельсон пишет все просто идеально вы супер одновременно три джемпера связать ну вот такое вот бывает у меня наплыв что я как бы прохладно было было желание ну как я говорю все звезды сошлись поэтому в общем три джемпера связала дай бог сейчас связать сразу три французские кофточки вот совсем один один рапор вчера провязала на кирпичного цвета на рыжике на этом да я его наверное рыжик назову один рапорт всего провязала вчера вечером и все что тут вязать этой французской кофточки розовой ну перед тем как вот я примерку делала да вот не зря я сомневалась где-то у меня интуиция подсказывала Ира не вяжи дальше вот ну и вот видите случилось а что и вот сейчас опять она у меня вот ну не идет но знаете я уже 150 раз говорила что вязать надо в удовольствие если вяжешь не в удовольствие ну я не знаю я же не вяжу на заказ и так далее вот если она у меня вязалась а у меня все прекрасно получилось ладно там я же говорю хаки и сверкающие листья там у меня кокетки уже были отвязаны а посмотрите я за неделю связала мятную за неделю я ее связала вот поэтому когда азарт есть тогда и нужно вязать так кто-то пишет ой Ирочка самое дорогое счастье тебе привалило наш любимый Максик вырос то как наслаждайся чудесными моментами дорогая набирайся позитива надолго спасибо вам да вытянулся вырос грамотный иной раз так рассуждает я на него смотрю и думаю боже мой а потом думает да он же ж уже вырос ему же в школу на следующий год нам то они все еще маленькие Ирина с радостью вас такой внучок живчик подрос повзрослел рассуждает по-взрослому да уже с характером такой парень и рассуждает действительно по-взрослому говорю раньше вот когда он приезжал и там допустим идем мы в магазин да я же специально там деньги немножко подсобировала потому что знала чтобы сладенькая там какое-то вкусное купить и машинку там какую-то ну он в основном у нас по машинкам и этот раз папа дал деньги мы с ним пошли и выбрали машинку я говорю ну выбирай еще одну он говорит бабушка я уже выбрал на деньги папе папы а твои ты же на пенсии тебе денежка тяжело достается поэтому мне хватит одной понятно мне тоже это было приятно но я потом его все равно уговорила Ниночка Ниночка пишет Ирина не устаю восхищаться вашему мастерству волшебница спасибо вам большое мастерство еще то вы видите сколько я вяжу перевязываю пока добиваясь того что хочу вот хочу еще реглан погон отработать все таки вот я пробовала и широкий реглан погон и узкий ну что-то как-то вот у меня все равно не сдружилась я с ним но я думаю что мне должен идти реглан погон потому что вот смотрите вот это вот конечно у меня здесь плечо удлинено но если его бы посадить на место у меня бы хорошо это вот там же реглан погон типа вточного рукава да идет и мне кажется должен идти реглан погон нужно только найти вот эту золотую середину этого реглана погона да ну не знаю посмотрим так опять Валентина Семеновна магнит ваш цветет выбор хороший молодцы прогулялись и расслабился у бабушки все должно быть под рукой представляете что за один за один день холод на тепло поменял море впечатлений будет приедет в Москву и будет со всеми друзьями в садике делиться впечатлениями это да да они как раз уехали с холода да у нас тут такое тепло было просто прелесть у него конечно море впечатлений работать бабушка еще та забота миссия приятная долгожданная но очень хлопотливая это точно тут ничего возразить даже невозможно а у нас этот кустарник называется невеста ну вот видите у нас кашка цветочки эти назывались вот где как говорится родился там и пригодился поэтому вот так вот такого бы внучка бабушкина каждый день да я уже согласна на каждый день с таким внучком потому что он уже себя очень хорошо обслуживает это первое и второе он помогает уже он и руку подает и ну вот если там допустим я вот подымалась на крыльцо и когда я подымаюсь здесь у нас в доме да одной рукой придерживаясь за перила и подымаюсь а он хватается мне помочь я говорю солнышко не надо то бабушка не дай бог упадет и тебя за собой потянет вот и так это вот если там что-то сказать принеси то или это или выброси там бумажку или еще что-то он все это делает это раз во вторых я когда с Юлей с самого начала еще он подрастал я ему говорила ей говорила Юля не отбивая охоту ему пусть если ему хочется мыть посуду пусть моет если ему хочется мыть полы пусть это моет полы как помоет неважно главное то что он хватается и он он когда вот они здесь убирали он и пыль протирал и мыл причем там вот и окна там протирали и все остальное нормально все это делает даже когда мы ездили на могилке он протирал там памятник представляете тоже спрашивал кто это и что и рассказывали что это тетя твоя и все остальное ну ребенок уже подрос его уже надо в курс вводить потихонечку хлопотливый мальчик да очень хлопотливый ой как максик подрос прям уже парень не то слово как вырядится вот просто знаете вот сюда он как-то скромно приезжал а так у него у него есть свои кольца у него свои браслеты если вы обратили внимание у него браслет на руке написано максик сборный такой какой-то не знаю из чего и еще какой-то браслет типа кожаного что-то там ремешки какие-то а вообще у него там каких только нет модник и кепки всякие и он сам одевается уже сам себе одежду выбирает и одевает ну вообще тут Юля когда приехала и на улицу выходил она ему дала какую-то майку другую а он говорит нет мама ты мне вот эту вот майку дай где она ты что с собой ее не взяла так вот Ольга пишет это что за страшное место где мальчик голову сует вот такое опасное и ужасное что-то он же упасть может я конечно не поняла про что разговор скорее всего что это там были на детской площадке возможно ну так это же специально там придумано для того для того чтобы дети там подымались ползали лазали если бы родители были которые подстраховывали конечно можно было бы чтобы он там лазал а так как я не смогу его словить поэтому я ему говорила не надо там этого делать дождалась бабушка внука сразу вспомнила как моя бабушка радовалась когда я к ней приезжала потом уже своего сына привозила то есть правнуки внука такой же живчик был ой я вот бабушке практически и не ездила там пару раз за свою жизнь я уже когда взрослая была на каникулы ездила Ирина Максик хороший мальчик добрый шустрый рада вашему общению радуйтесь и всем здоровья спасибо вам большое спасибо да живчик моему счастью тоже нет предела приехали ко мне на юбилей сын с семьей внуку 4 года внучке год ой я представляю я представляю какая у вас была радость напишите пожалуйста как вы отметили юбилей как вы пообщались со своими родными особенно со снудчатами ой я не могу я прям представляю представляю как вы радовались когда один приехал а если двое да еще такая манюничка годик доброе утро ирина как я за вас рада такое счастье вы прямо расцвели максик так вырос вытянулся такой шустый я сразу своего внучка илюшку вспомнила такой же не минуты покоя вчера был день рождения дочери так хорошо посидели детей много было наигрались и набесились вдоволь они вечером приехали домой сразу вас включила посмотрела но уже было поздно 22.00 порадовалась за вас сегодня уже пишу комментарии используйте каждую минуту с ними наслаждайтесь потом будете вспоминать до следующего приезда ажурная розовая кофточка юли просто прелесть очень нравится красота да ну я скажу так что никакого разочарования у юли не было и прочего вот солнышко вышло на улице прямо хорошо потому что она обвязана вязанными вещами не носить есть что вот поэтому она не очень сильно расстроилась так золотой внучек приехал радости нет предела бабушка дождалась не то слово моему радости нет не было предела вот они в прошлом году в августе приезжали это получается сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май девять месяцев не видела прикиньте так кофточка очень стильно смотрится на фигуре и длина изделия замечательно очень кофточка вмятная вот как говорится на все сто единственное что я же уже рассказывала про хаки хаки нужно внизу довязать так значит тут на иностранном языке спрашивает и марина ника отвечает вот тоже молодец она постоянно ну много видимо знает про пряжу и отвечает в моих под моими видео все кто про пряжу спрашивает она отвечает молодец спасибо вам большое за помощь очень очень вам благодарна так анна бур цева я своим результатом довольна правда не на все сто скорее всего придется перевязать вот это результат ну друзья мои еще раз я рассказываю что и на старуху бывает проруха я то когда говорила что я результатом довольна я то не думала что придется мне перевязывать но я вязала в такую французскую кофточку первый раз все то что я там применила я осталась довольна а перевязать для меня уже по готовому это не такая уж большая проблема так что я то мысль свою вложила так как я думаю а вы то понимаете как вы думаете поэтому вот так вот модно не модно главное удобно и из натуральной пряжи и на и вам нравится самое главное составы качество пряжи да и согласна я же говорю еще раз я например не чуряюсь вязать не с акрила акрил акрил тоже рознь я же вот давно уже хотела связать кардиган с акрила у меня же пряжа закуплена лизы бурку толстая 100 метров 100 граммов и я каждый раз думаю надо бы связать надо бы связать мне вот хочется чтобы знаете был такая такой толстый кардиган с воротником наверное шалька хочу вот и просто простая вязка вот такой когда прохладно и не хочется куртку одевать выскочить вот конечно Махерова у меня есть этот Юлия вот бы на сменку ему связать вот такой который первый мир и такой чтобы был толстый тоже вот у меня есть темный омут но дело в том что он там пальто длинное а это хотелось бы такое чтобы ну пятую точку немного прикрывала и все такая кардиган кардиган куртка можно можно сказать такое ну не знаю как это обозначить в голове у меня рисуется а вот так вот не могу я выразить свою идею может когда окончательно оформится тогда и кардиган родиться так жин зингель таня жингель таня люблю смотреть как вяжут спасибо вам большое это под моим видео где я рассказывала по вашему мнению мой стиль модный или практичный так Валентина Семенова спасибо всем болталка для меня сейчас необходимо не хватает общения нет не то общалась внуком внучкой и правнучком они тоже далеко вяза вязального бодрого настроения нет а вот мода и стиль не дружат я бы сказала что у Ирины практичный стиль но причем тут бабушкины квадраты она подбирает под себя старается чтобы вещь носилась а не была заброшена и я вязала взяла серийный пример перевязываю до тех пор пока не подгоню под себя друзья на самом деле мне опять я уже столько раз говорила сегодняшнем видео очень приятно когда вы берете с меня какой-то пример но слишком то уж не берите лучше уж как говорится сто раз один раз отмерить один раз отрезать чем вот так вот перевязывать я говорю опять вернусь французской кофточки но это просто невнимательность ну а невнимательность скорее всего от усталости потому что вот представляете я изогнев в день в таком режиме что с утра чуть свет встаю и до позднего вот у меня вперед вперед с песней ну машины устает а человек что не устает и возраст конечно свое берет я оцениваю адекватно все это перевязываю по той причине что куда мне деваться и тем более что я ж уже показала куда ж надо ж довести до ума так ну что я на этом наверное закруглюсь потому что тут уже пошло 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 новое видео и тогда в следующем видео я продолжу отвечать на комментарии и уже наверное перевалила за час опять я целый час тут болтала у меня аж язык уже заболел как всегда в конце видео желаю всем добра хорошего настроения легких петелек если вы вязали ну а прощаюсь я с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина